Библиотечная акция «Читающие скамейки» проходит на протяжении всего лета в Центральном парке. Большая территория детского городка позволяет организовывать интересные квесты и конкурсы для детей. Очередное мероприятие было посвящено морской теме. Центральный парк города Видное на один час превратился в настоящую бухту приключений. Присоединиться к увлекательному морскому квесту мог любой юный посетитель. Развлекательную программу для детей организовали сотрудники библиотеки. Морскую тематику выбрали не случайно. Совсем недавно в России отмечали День военно-морского флота. Мы сегодня будем вас принимать в моряки. Знаете, кто такие моряки? Да. Кто? Это люди, которые плавают на кораблях. Участники разделились на две команды. И как самые настоящие моряки ответственно выполняли задания капитана. Строили корабли, завязывали морские узлы, отвечали на сложные вопросы викторины. Мне сегодня очень понравилось. Потому что мы сегодня бегаем. Я люблю бегать. Еще я люблю отгадывать загадки. Мне понравилось отгадывать витая, искать колодца, бегать, забирать узлы. О месте, где будет проходить очередное испытание квеста, нужно было узнать, следуя подсказкам, которые ребята получали перед каждым заданием. Я раньше не умела делать кораблики. Но тут мальчик из другой команды подошел и помог делать кораблик. Потому что я этого не умела. Потом мы их запускали ветром. Мне вот еще понравилось, как мы делали кораблики. Из-за того, что меня все спрашивали, как их делать. Далее бесстрашные мореплаватели отправились бороздить бескрайние морские просторы. Переплывали, а точнее перепрыгивали океан по островам, которые сами нарисовали на асфальте. Мне понравилось сегодня делать узлы и еще рисовать. А что ты нарисовала? Остров. Остров нарисовала? Да, с китом. А, там кит на острове был, да? А это какой остров? Он существует или ты придумала его? Придумала. Во время морского путешествия ребята не только умело преодолевали трудные задачи, но и успевали потанцевать и спеть любимые песни. Друг везде не просит, ничего не просит, вот что значит настоящий верный друг. Самое то, что понравилось, это вот узел, это вот командная работа, когда надо, чтобы все держались, чтобы все куда-то шли, вот, чтобы все дружили. Мне понравилось на карандаш наматывать нитку, бегать и отгадывать цвета. Ну а самой долгожданной частью праздника стал поиск сокровищ пиратов. А после того, как заветный сундук был найден, каждый участник игры получил подарок. Танцевали, пели песни, а еще мне понравилось искать клад. Такие увлекательные игры на свежем воздухе позволяют мальчишкам и девчонкам окунуться в таинственный мир приключений, проявить смекалку и настойчивость, почувствовать себя настоящими первооткрывателями и исследователями. Сегодня был квест. Сегодня это вообще очень популярная игра, и детям это очень нравится. Сегодня у нас было посвящено флоту, то есть мы посвящали детей в моряки и вот развлекались таким образом. Но каждый раз у нас что-нибудь новое. На следующей неделе у нас будут флаги, до этого мы отмечали день рождения Петра. Тоже здесь у нас были фотосессии такие постановочные, тоже корабли запускали. Игры в рамках акции «Читающие скамейки» проходят в Центральном парке каждый четверг в 12.00. Побывать на очередном увлекательном квесте может любой желающий без предварительной записи. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Продолжение следует...